Умолчал в этих же словах, обратив внимание на духовный смысл их, знал он, что люди искони и прежде всего признавали и чтили Бога, поэтому сперва и говорит о бытие Сына вначале, а потом далее, показывает Его и Богом, но не так, как Платон, который одного называл умом, а другого душою. Это чуждо божественного и бессмертного естества, оно не имеет ничего общего с нами, но весьма далеко от общения с тварью, разумею по существу и не по действию, поэтому евангелист и называет его словом, имея намерение вразумить людей, что это слово есть единородный Сын Божий, евангелист, чтобы кто-нибудь не предположил здесь страстного рождения, предварительно наименованием Сына, словом, уничтожает всякое злое подозрение, показывая и то, что Он есть от Отца Сын, и то, что Он рожден бесстрастно. Видишь ли, как я сказал, что в словах о Сыне Он не умолчал и об Отце. Аминь. Так, пойдемте, осветим предношение. Христос Город 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 Владыка, Господи, Боже, нас, и в Дителю и Содетелю всех, благослови, млеко, густешно с ним, и яйца, и нас соблюди во благости Твоей, яко до пресчищающихся их, Твоих независных подательных даров исполнимся, и неизглаголанная Твоя благость, яко Твоя держава и Твое царство, сила и слава, Отца, Сына и Святого Духа, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Благословляюся, освящается приношение сия, окрепление воды, священное во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляюся, освящается приношение сия, окрепление воды, священное во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляюся, освящается приношение сия, окрепление воды, священное во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо, Христос. Христос, Воскресенье! Заистос, Воскресенье! Ну все, вас приветствует Потеряевка. Их тоже приветствует. У нас ночью было где-то больше тридцати человек. Гостей было много приехали. Мы все барнаульские, в основном гости. Нет, с камня еще были. Ну, помолились мы, все пошли по домам. Договорились. На час будет трапеза. Сестры приготовили трапезу на час. Ну, мы с пол первого болезнь пасхальный помолились. Они на улице поставили столы. Там солнышко было, трава зеленая, так хорошо. И на улице потрапезничали. Потом пели, там, братья с гитарой Игорь, там, салвы. Пели. Загадки загадывали, там, Люда, там, на вопросы отвечает. Постой. Больше были вопросы, кто относится к посту. Как ты принял пост. Когда первый раз, допустим, начал постовать. Как ты это воспринимал, этот пост. Вот. Как сейчас ты это прошел, там, что. Ну, вот такие вопросы были. Причали. Ну, вот так. Ну, и все. Потом это. Я хотел приехать, чтобы побыть и на архиерея, но никто. Все, кто приехали, все мы хотим побыть еще там, это, никто уже. Раньше не поедут. А столько, кто городские поедут, надо часов одиннадцать было выехать. Нет, значит, вот так вот. Наталья насчитала, что была тридцать третья Пасха у вас в этом. Да, тридцать третья. А первая эта Пасха была раньше же? Нет. Как нет? Ну, это главное насчитать. Я приехал в девяносто первом году, четырнадцать самая. Так. Все, Пасха уже... Не было. Не было уже Пасхи. Уже Пасха прошла. Пасху это я в Киргизии отпраздновал. Первая Пасха-то была еще в вашем доме там? Не в храме там? Ну, конечно. Ну. Она считается сюда? Ну, в девяносто втором году была. Ну, все, да, вот. Причем здесь в каком доме было? Где служба там была? Там мы надгородили. Маленький уголок, как алтарик был еще в старом доме. Да, да. Вот я на ней был, как раз, на первую Пасху. Да. На первую Пасху. Потом на втором этаже у меня было еще. Ага. Там мы храм строили, пока этот... Привели в состояние, отремонтировали пока этот клуб колхозный. Время менялось. Раньше делали все из храмов клубы, театры. Делали. А потом стали здесь уже это... Из клуба. И когда строили клуб, кто строили? Там была как-то бригада. Помню. Отец с сыновьями строили. И на каждой стене они из красного кирпича выложили крестики. Крестик на каждой стене. Везде там это крестики. Храм мы сделали из силиката, белого кирпича. Они из красного выложили крестики. Я думаю, как это пророческие все здесь. Прошло сколько? Там через двадцать с лишним лет. И получилось все это. И везде стало. В Мамонтово было. Дом культуры был. Его отдали под храм. Сейчас там отец Виталий построил, но еще не осветили новый храм. Там служат. В Романово храм находится там, где жил первый секретарь райкома. Дом этот отдали под храм. Хорошо. И вот его там переоборудовали. И там у него храм. Вот так вот. Времена меняются. Так что... Прости Христос. Ну что, храним Бог вас всех. Прости Христос. Христос воскрес. Я читал поучение после Минеи. Приман Федоров студит. Он говорит, мы Пасху встречаем каждый год. Радуемся. Но, а на Пасху это проходит и нет ее. А вот сердечную, духовную Пасху мы должны всегда, чтобы эта радость была. Она всегда была с нами. Не так, что у нас что случилось-то? Все. Да что это? Все. Хоть там и жить не надо, и побирать там все это. Что такое там это? Но если Бог это что? Зачем Бог это допускает? Вот это что? Я вроде и живу, а Бог допускает какие-то там мне искушения. Да через искушение очищается душа. Это все говорят, и святые, и все. Через это очищается. Золото очищается огнем. А душа исчезается искушениями. И Господь никогда, говорит, не даст нам искушения сверх силы. Что я не даю Господь. И Господь дает по силам. Он любящий Отец. Вот так вот. Храни всех Бог. Значит следующее, я в воскресенье буду. Здесь в субботу, в воскресенье. Вот в это? Да, да. Потому что я опять, там как поезда, я с поездом, чтобы не утром было. Чтоб Галя встретила. Да почему Галя? Нет, Галя меня никогда не встречает. Меня встречает один брат. Игорь Думанов. Всегда у нас вместо, там всегда вовремя. По секундам прям. Ладно, все, храним оффер. Все, давайте, кто торопится. А то на работу убежали. Волков тоже на войну уехал. Кто? Волков. На войну уехал. Уехал? Сам же тебе надо. Ну, Таня. Да нет. Да нет. Человек и ступени. Бончик. А у него много вариантов. Давайте, чуть-чуть. Угу. Хорошо? Хорошо.